Траурная церемония, прошедшая в 25-й школе на днях, запомнится ученикам на всю жизнь. Ведь здесь звучали не пустые слова и рассказы про былые подвиги воинов, о которых обычно только в книжках пишут. Ребята говорили о настоящих героях наших дней, об их сверстниках. Один из них – Михаил Баканов, выпускник школы. Он недавно погиб во время спецоперации на Украине. В память о 20-летнем парне в школе открыли мемориальную доску. Это третий мемориал в школе. Двое ее учеников погибли ранее в Чечне и Таджикистане. На церемонию открытия пригласили родителей Михаила Баканова. Передать словами царящую атмосферу невозможно. Ни взрослые, ни дети не скрывали слез. Еле сдерживались и люди в погонах, сотрудники спецподразделения «Альфа». Они не раз в боях теряли товарищей, поэтому цену жизни знают не понаслышке. А слова «долг», «родина» и «честь» для них не пустой звук. Альфовцы часто и гости в Волокове, ведь один из погибших бойцов подразделения – наш земляк Вячеслав Малеров. Он освобождал заложников в Бесланской школе. И его боевые товарищи часто приезжают навестить близких Вячеслава. Дети наших погибших сотрудников находятся под нашим крылом, под нашей заботой. Проводятся различные мероприятия. И, конечно же, семьи получают адекватную материальную помощь, моральную помощь. То есть они являются членами нашей большой семьи. О том, что такое патриотизм, воинская служба, риск и доблесть, говорили на уроке мужества. Он собрал в зале школы учеников и их наставников, а также родителей. Его провели офицеры «Альфы». Это подразделение считается элитой войск специального назначения. Именно его бойцам поручают самые важные и ответственные боевые задачи. Какие именно? Об этом и спрашивали ветеранов ученики. Вы участвовали во многих боевых операциях. И какая из них вам напомнилась больше всего? Все операции запоминаются. Но больше всего, наверное, первая операция, в которой я принимал участие, это в мае 1989 года, когда в Саратове с бежавшими преступниками была захвачена семья. Был шестиэтажный дом. Преступники находились на пятом этаже. И с шестого этажа, как показано в клипе, через окна влетали в квартиру. Почему случаются войны? В чем состоит задача тех, кто уходит в армию и остается в войсках по контракту? Ответы на эти и другие вопросы давали ветераны, за плечами которых Афганистан, Чечня, борьба с террористами и освобождение заложников. Хотелось бы, чтобы у детей была цель и желание защищать родину. Не у всех, но у кого-то это желание возникло, и они пришли нам на смену, потому что мы же не вечные, где-то кто-то должен нас когда-то поменять. Организаторы урока мужества уверены, что школьники сохранят в своих сердцах память о погибших бойцах и будут больше знать о том, какую высокую цену порой приходится платить за мирную жизнь. Получили чудесный, прекрасный, настоящий урок мужества. Да, такая профессия – родину защищать. Это очень сложная, очень трудная профессия, но без нее сегодня, к сожалению, нельзя. Сегодня много говорят, что молодежь уже не та и патриотов мало, но многочисленные недавние примеры геройских поступков наших солдат доказывают обратное. Субтитры создавал DimaTorzok